Теплая сухая погода, сезон шашлыков, уборки на дачных участках. Все это приводит к массовым пожарам на Алтае, а иногда и человеческая глупость. За минувшие выходные спасатели ликвидировали 483 пожара, из них лишь 50 в жилом секторе. Остальное возгорание сухой травы и мусора. Дополнительно для защиты населенных пунктов созданы временные пожарные посты, на которых несут дежурство расчеты пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники МЧС России совместно с правоохранительными органами, представители муниципалитетов проводят рейды, в том числе с использованием беспилотной авиации. Спасатели напоминают, что прошлогодняя трава загорается от малейшей искры и поджигать ее категорически нельзя. Мало того, что это опасно, так еще и грозит штрафом от двух до 150 тысяч рублей. Кстати, из-за неблагоприятной обстановки над Барнаулом повисла дымка. Масло в огонь подлили и другие регионы, которые сегодня также охвачены огнем. Это и Новосибирская область, это и Омская область, и с другой стороны, в Красноярском крае, отмечается очень много очагов возгораний. И вот эти дымовые шлейфы, они пришли к нам. У нас в воздухе практически по всему городу повышено содержание взвешенных веществ. То есть фактически во всех районах содержание взвешенных веществ превышает предельно допустимую концентрацию. Вся эта вредная концентрация приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Специалисты Алтайского гидромедцентра настоятельно рекомендуют до изменения сложившейся обстановке по дыму оставаться дома. Причем это касается не только тех людей, которые имеют проблемы с бронхолегочной системой, но и вполне здоровых людей, так как дым может вызывать раздражение на коже, из-за него может появиться чувство жжения и перебои с дыханием. В ближайшие сутки пройдет холодный фронт, говорят синоптики. Ветер усилится, пойдут дожди, которые потушат очаги возгорания. Соответственно, новых загрязняющих веществ не будет, а имеющиеся рассеются, после чего можно смело выходить на прогулки. Валентина Аскирова, Андрей Печоркин. День с толком.